добрый день друзья приветствую всех сегодня будет разговор и о текущем положении дел вот расскажу я что у нас появилась нового и откроем инвестиционный проект я здесь приготовил изделие я уже его показывал сейчас принимается план о производстве этого изделия декут и код из обсидиана двух видов он будет в темном корпусе темного у меня пока нет вот сейчас жду образцов вот и дальше принимается решение о том чтобы производить именно вот такие изделия они будут инвестиционные то есть опять я призываю своих подписчиков тем до того кто кто захочет приобрести эти приборы а прибор будет износостойкий то есть его можно будет мыть протирать то есть он не боится никаких атмосферных воздействий единственно что я читал про обсидиан что он выгорает на солнце поэтому с ним нужно будет вот в этом плане поаккуратнее то есть не оставлять на открытом солнечном свете свету чтобы значит вот этот вот минерал фактически вулканическое стекло очень красивая выглядит с монетой его сделал это опытный образец и таким вот образом тяжеленький достаточно и очень хорошо работает у себя пробовал на опытный вот этой вот платформе ролик вы можете посмотреть это свежий ролик который я снял буквально может быть неделю тому назад где именно проводится тестирование и различных материалов и том числе приборов всех приборов которые относятся к классу или типу и куд то есть эта технология у нас уже как такая выкристаллизовалась которая именно обозначается и характеризуется тем что это биологические резонаторы которые взаимодействуют с биологическим полем человека у человека достаточно широкий диапазон частот который он излучает в окружающее пространство и соответственно если мы будем взаимодействовать с этим полем усиливать его изменится и состояние внутреннее состояние человека перейдет совершенно в другую на другую стадию назовем это так на другой уровень энергетики вот что это значит это значит что информация которая приходит к нам извне она будет более обширная более детализированная и как бы человек обретает дополнительную в кавычках мудрость естественно он с этой информации должен научиться работать потому что здесь очень важно понять для чего эта информация вам нужно то есть многие занимаются ради интереса какими процессами достаточно опасными иногда и в результате смысл теряется для чего вы это делаете просто проверить или посмотреть это одно дело то есть вы посмотрели этот процесс поняли его вот и на этом все закончилось вот но многие люди стремятся расширить свой кругозор знаний освоить новые отрасли знаний и так далее и тому подобное для такого процесса нужна энергетика энергия то есть наш мозг он тратит достаточно много энергии именно на вычислительные процесс то есть это мощный биологический компьютер назовем его то который просчитывает реальность и который способствует тому что мы начинаем прогнозировать свой путь движения в будущее то есть свою 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 линию судьбы человек полноценно начинает скажем полноценно начинает осмысливать осмысливать куда он идет и зачем ему новые знания вот и поэтому здесь нужно понять для чего вы например используете тот же и код потому что энергетика которая возникает в результате работы этого прибора он работает любом случае даже если вы не ощущаете или ощущаете действие прибора вот то есть там идет если описывать явление и описание идет нагрев то есть ощущение нагрева до жара в пальцах потому что пользоваться им нужно именно это покажу вот таким вот образом многие спрашивают как пользоваться и кодом инструкции инструкция на моем telegram в моем telegram канале в разделе файла там все инструкции к приборам есть есть описание есть прайс куда вы можете зайти посмотреть вот таким вот образом пользуются очень просто или же есть приборы для ношения вот такой вот прибор и код учитель он продается его можно приобрести вот но я хочу сказать что значит я сделал запас таких приборов но производство у меня закрылась больше их производить не будет поэтому тем кто хочет купить и код и прошу поторопиться потому что я еще буду оставлять себе как бы образцы этих изделий вот уже продажи прекратятся этих вот изделий в том числе и кутов тоже потому что такие вот и куда склад еще есть где-то я ориентировочно прогнозирую на три четыре пять шесть месяцев есть склад и вы можете приобретать эти приборы но они рано или поздно закончится и я уже не буду их производить в том форм-факторе которым я вам показываю то есть это будут совершенно другие приборы другого качества другой формы вот может быть такие вот новые как бы образец такой прибор будут пластинки из разных материалов это система активации приборов поэтому это не основное то есть основное находится внутри это специальное устройство сердце прибора так называемый биологический резонатор построен из материалов которые являются резонирующими слоями для определенного спектра излучений которой мы как бы производим то есть человек как биологические объекты опять же говорю что производит достаточно мощное излучение то есть не этот в находится и в электромагнитном диапазоне и в неэлектромагнитном диапазоне это излучение уже другого свойства другого качества другом на других физических основах то есть это уже излучение как бы состояние вещества вот состояние вещества это пятое взаимодействие торсионное рудине то есть каждая маля каждая каждая частица она имеет еще и степень свободы то есть дополнительный степень степени свободы которые свернуты в точку 6 степеней вращения так называемые вот которые придают свойства этому объекту вот и совокупности эти объекты образуют материальное тело с определенными характеристиками вот почему возможно снятие вот этих вот всех как бы характеристик вращения не могут быть записаны перед переданы и так далее так далее я это все сегодня покажу раскрою и также мы поговорим сегодня и о других устройствах для подготовки воды то есть появились новые новые форсунка появили появилась новая газировка который многим полюбилась и которые очень хорошо заказывают на озоне вот наш мой партнер производит вот эту газировку мы расширяем сейчас ассортимент вот этих вот предложений как бы на озоне именно от нашей компании magic machine вот поэтому можете посмотреть я сегодня буду показывать частично вот частично буду показывать в следующих роликах для того чтобы вы с этими с этим ассортиментом ознакомились поэтому вот это все как бы магические машины мы их назвали так вот почему они магические это не связано с тем понятием магии которая существует вот магия которая скажем так является частью изотерических знаний вот здесь же речь идет о возможностях и развитии именно способности человека для чего это нужно вот этих кто смотрит меня в первый раз существует некий объективный закон который формирует социальную среду вот этот закон подчеркиваю объективный то есть человек может влиять на раз нас как бы развитие и действие этого закона вот но в определенных рамках то все все всегда будет работать социальной среде в социальном обществе вот и сожалению преодолеть его или убрать его негативные последствия сейчас мы с ними сталкиваемся вот достаточно сложный процесс вот и почему возникает вот этот негатив да то есть вроде бы объективный закон социального развития то есть общество развивается по определенным правилам вот и вроде бы все хорошо и прекрасно и мы как бы формируем новые качества социальной среды в развитии имеется ввиду в динамике но определенный момент времени происходит накопление так называемые ошибки то есть ошибки управления которые является тоже как бы основой вот этого закона объективного закона так называемого закона концентрации производительных сил то есть человек в определенный момент времени своего исторического развития выйдя из природы а чё произошло отчуждение да то есть за счет того что человек именно социальная среда являя явилась и формирование сформировала вот это вот самосознание человека да то есть это вот та информация тот глобальный разум назовем его тогда социальный разум он формирует наше сознание и самосознание вот и это является некой антагонистической антагонистическим аспектом по отношению именно в природной среде к нахождению в ней биологических объектов до обладающих свойством жизни реплицирование то есть то что значит производит идет производство тех же клеточных структур то есть клетки воспроизводят себя размножаются и вот этот вот фактор жизни до феномен жизни который возник на земле вот он в определенный момент времени как бы был составляющей природной среды то есть это некое единое пространство которое является одной одним из элементов мироздания то есть если мы посмотрим изнутри этого объекта да то есть для нас это будет состояние скажем так не локализованная то есть локализация то вы отделяетесь от природной среды и как бы является антагонистичным антагонистичной системой системой которая воспринимает окружающую среду вот как ничь нечто отделенная от себя вот в данном случае природная среда которая возникла она возникла именно в ткани пространства то есть она не была отделена от природной среды и как бы не воспринималась этой природной средой как отдельная какая-то субстанция как отдельный некий объект то есть это было единое пространство то что мы называем богом вот то что мы называем как бы универсумом вот это вот все и составляет единое целое то есть неотделима и внутри вот эти системы так называемые подсистемы вот они в общем составляет единое целое они не отделены они не могут скажем так оценивать друг друга относительно скажем так своего существования в этой продации то есть единая ткань природы так вот человек он определенный момент времени отделился от этой природной среды и стал скажем так осознавать самого себя да и через это сознание он отделился то есть стал под системой отделенные вот от этой природной среды вот и соответственно мы как бы отчуждили отчудили отчуждились от природы то есть стали отдельными вот и это и составляет нашу проблему основную вот и мало того что человека который как бы начал совершенствовать разум свою социальную среду вот он именно начал создавать и некие скажем так некие объекты которые он производил то есть своими руками своим трудом именно труд создал человека известная известный феномен и вот это вот отчуждение и создание своего мира как бы и отделение его от основного универсума вот и составляет проблему самую главную проблему которая со временем начинает все усиливаться и усиливаться и вот на сегодняшний момент мы и сталкиваемся с этой проблематикой то есть наши возможности наши способности уже вошли в противоречие с тем уровнем развития нашей социальной среды и наших нашей как бы вот этой вот материальные базы назовем ее так то есть именно и машины сферы и техногенные вот этой сферы это такая некая техническая сфера который именно создал человек и который формирует его сознание и самосознание после рождения вот что нужно понять то есть мы отделились от природы среды и пытаемся расширить свои рамки то есть пытаемся захватить вот этот универсум и научиться им управлять вот что то что делает человек вот это как бы вектор познания он идет именно в этом направлении что человек все время осваивает новые тайны и новые знания которые представляет ему природа вот это вот основное основной аспект который двигает всеми и политическими экономическими процессами и социальными именно в этой среде и в основе его вот этих всех процессов лежит объективный зам закон концентрации производительных сил то есть мы больше и больше все как бы наши функции ну скажем так локализуется то есть они становятся более узкими вот почему мы говорим об узкой специализации да то есть люди людей которые могут охватить все отрасли знаний их очень мало то есть это вот некая неким небольшой анклав который понимает вот эти все общие процессы вот основная масса людей занимается очень узкой специализации занимается каким-то определенным делом и вот эта специализация все более 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 детализируется она становится более узкой и узкой соответственно кругозор человек сужается вот но дело в том что вот эта общая техносфера она начинает давить на человек то есть несмотря на то что он узко специализирован вот это общая атмосфера информационный поток который создает техносфера она начинает очень сильно влиять на поведенческие функции человека на его биологические возможности вот и вот это и есть некое противоречие которое сейчас стало очень остро вот и те управляющие элиты а в социальной среда она предусматривает формирование некого управлять управленческого корпуса потому что вот этой сей средой можно управлять только с помощью определенных правил и закономерностей и так вот в определенный момент времени соответственно с технической сферы мы формируем и управленческую некую парадигму которая как бы согласуется вот с этим уровнем техносферы вот когда техносфера начинает очень сильно развиваться то происходит следующий момент то есть вот эти вот все закономерности управления да то есть это фактически мы пытаемся объективным законом управлять некими правилами и как бы некими скажем так поведенческими характеристиками своими то есть мы пытаемся вот этот объективный закон на него как бы на лошадь сесть и обуздать ее вот этот вот вот эту закономерность но это сложный процесс и нужны механизмы которые бы согласовывались которые бы скажем так отвечали тому уровню развития вот этого закона на определенном этапе вот сейчас этого нет то есть мы пришли в противоречие и это управленческая элита которая сейчас существует она начинает деградировать то есть она уже не в состоянии управлять обществом и вы видим вот этот кризис мощный который существует и которые непонятно как разрешить вот но есть определенное решение этой проблемы то есть мы должны использовать некие устройства для того чтобы наш потенциал биологический потенциал развивался то есть мы должны развивать человека соответственно на определенном этапе его потенциал его возможности именно будут согласованы с к со скоростью и уровнем развития технического прогресса и вот тогда происходит вот некое такое состояние гармонии до когда социальная среда очень хорошо и качественно управляется именно отдельными управленческими элитами или элиты становится все общество то есть она втягивается в управление сейчас как раз возникли такие условия когда нам нужно расширять управленческий корпус то есть это не какие-то узкие анклавы людей которые пытаются нами рулить а именно все должны научиться управлять но управлять разумно и согласованно вот то что то есть не каждый каждый не каждый управляет как хочет свои свои как бы своим окружением да а именно согласованно то есть мы должны понимать вот эти общие концептуальные вопросы и проблемы которые существуют то есть по без этих знаний на местах сложно войти именно в курсе именно в процесс управления вы должны обладать именно вот этими общими концептуальными знаниями вот о чем я говорю то есть мы должны иметь и узкую специализацию и широкий кругозор и вот это вот очень важный аспект который нужно учитывать при дальнейшем нашем существовании и развитии именно в рамках социальной среды вот и как раз для того чтобы вот эти вот как бы противоречия решить и существует и разрабатывается вот этот вот арсенал так называемых магических машин то есть магия это развитие прежде всего развитие человека его способности то есть мы даем энергию которая как бы должна быть потрачена на знание на освоение знаний вот и поэтому вот я сейчас как бы еще раз мы пройдемся по устройству я покажу все потому что многие ролики смотрят эпизодически периодически и к сожалению не ухватывают вот этот вот как бы вот эти правила пользования магическими машинами как их нужно использовать сколько их нужно использовать какое время необходимо для того чтобы именно вот эти магические машины работали как следует то есть прежде всего то что делает вот базовые приборы код вот я показываю его вот два два варианта сейчас на сегодняшний момент с узкой пластины и широкой пластины вот они вы можете этот этот заказывать они идут по одной цене вот как пользоваться опять же показывал таким вот образом в правой руке держите две недели первые две недели как вы только приобрели это прибор две недели по 10-15 минут вы к нему привыкаете то есть этот прибор должен обладать качеством суперпозиции то есть он должен войти взрыв во взаимодействие с вашей с вашим организмом то есть со временем он становится единым целым с вами то есть это вот машинка которая как бы соединяется очень тесно с человеком и является некой батарейкой который с помощью которого можете из окружающей среды аккумулировать за счет резонансных процессов энергию и закачивать его и и свое тело что делает энергия когда вы пользуетесь прибор вот она прежде всего начинает активировать все как бы такие спящие узлы и спящие системы организма соответственно очень по-другому начинает работать мозг органы и так далее то есть у вас были какие-то хронические заболевания они могут обостриться то что вот как работает гомеопатия то есть вот этой энергии дополнительные да вот стимуляции да то есть мы опять это тоже некий стимулятор но он отличается от икута тем что он не дает вам энергию он только вытягивает у вас вот эти вот резервы энергии которые у вас есть и стимулирует на излечение какой-то хронической болячки сидят и и как бы обострение болезни это очень известная в общем вот то что делает гомеопатия она не дает вам энергию вам нужно эту энергию откуда-то брать для того чтобы гомеопатия работала а для того чтобы она работала нужны энергетическая подкачка то есть вы пользуетесь гомеопатическим средствами я сейчас вам их покажу мы разработали свои гомеопатические средства то есть это новое совершенно отрасль гомеопатии именно чисто информационная то есть вам не нужно ничего глотать если что значит мы можем вносить информацию в водную среду я покажу сейчас у меня здесь все есть поэтому для того чтобы гомеопатия работа лучше необходимо еще подкачивать себя вот эту энергию то есть вы активировали что-то да то есть как бы вытащили вот этот резерв организм его начинает интенсивно тратить соответственно вас энергия начинает опускаться вас нет ниоткуда ее взять у вас нет резонансов контуров достаточного ну скажем так достаточном количестве которые бы способны были бы закачать вас дополнительную энергию то есть вот этого нету у человека для этого он должен использовать вот такой каск такие костыли да это костыли вот и со временем они будут не нужны то есть со временем вот эти вот костыли начнут уже формироваться в самом человеке но это должно пройти очень много поколений пользователей вот этих приборов то есть это это высокоэнергетика потом будет фиксироваться на генетическом уровне вот почему я говорю об эвгенике то есть о том чтобы вот например у вас есть какие-то признаки определенные да то есть у вас возникла какая-то какое-то новое качество дату сверхспособность например и вы должны ее закрепить в поколениях чтобы она развивалась и совершенству так вот идет нарастание вот этих вот дополнительных свойств человек то есть он развивает еще дополнительные качества а у нас мы можем разбить огромное количество новых качеств себе вот и большие многие люди сейчас занимаются и экстрасенсорными какими-то вопросами и так далее то есть вот это экстрасенсорика ее можно нарастить и развить даже определенному определенное качество да то есть не все например а вот например лечение там руками там и тогда я просто говорю или чувствительность каким-то вещам да то есть это можно развить специализировать себя в этом плане и тогда человек уже будет представлять собой некое устройство которое способно решать какие-то определенные задачи то что мы сейчас делаем до смотря в микроскоп то есть беря прибор в руки да то есть микроскоп молоток топор вот мы делаем техносферу свою вот с помощью вот этого прибора да то есть мы тоже можем создавать свою техносферу она будет другого качества она будет развивать инструментарий внутри нас то есть не внешний инструментарий не молоток и топор да а именно внутренние инструментарий вот сверхспособности человек способны воздействовать на материальные объекты менять материальный мир вот это доказано и феномены этого существует мы о них знаем и так далее так и тому подобное то есть вот это будет уже дальше то есть это техносфера которая плотно интегрирована с человеком с его с новыми способностями и вот для того чтобы как бы создать базис для формирования этих способностей нам нужен нужен новый уровень энергетики человек без этого мы будем топтаться все время на одном месте вот почему я призываю как бы задуматься хотя бы у нас есть написанный манифест вот которые именно отражает вот эти все основные моменты да вот и вот эти вот базовые как бы концептуальные моменты развития дальнейшего развития человечества вот его можно приобрести я его продаю потому что люди которым даются просто сейчас литературу сейчас очень много источников литературы вот и можно просто получить книгу и отложить ее в дальний ящик и никогда к ней не возвращаться когда вы затрачиваете какие-то усилия и средства приобретая эти книги вы их прочтете вы их освоите и соответственно вы приобретете вот эти новые знания считать что этой школы и куд вот и в результате я это не одна книга это манифест и целый пакет поддерживающей литературы который сформирует понимание куда нам дальше идти что нам нужно делать и как это делать то есть там еще и объясняется как устроена и магические машины что и лежит в основе информационных технологий не тех информационных технологий которые сейчас развивается на базе компьютерных устройств а совершенно другие информационные технологии которые формируют именно такой некую как бы некий вектор развития да то есть информационные технологии основанные на информации содержащихся содержащийся в биологических объектах то есть все биологические объекты сформированы на основе информации и вот эти книги позволяет вас а вам осмыслить и понять как устроено мироздание как она функционирует что нужно дальше делать как пользоваться и кутом для чего нужен и кут и так далее и тому подобное потому что и кут идет дальше и выходит за рамки терапевтических функций которую тоже оказывает дело в том что когда появляется энергия начинается вот этот процесс излечения то есть все хронические заболевания начинает обостряться организм начинает их лечить вот там были вы и какие-то ощущения начинаете вот самое главное не за как бы не убирать вот эти вот процессы все то есть они должны естественно развиваться вот организм тогда сможет на основе сигналов поступающих мозг поправить ваше здоровье вот вот что нужно сделать вот и это терапевтической части куда вторая часть это развитие интуиции это развитие мозга это развитие способности и возможности человек вот то что он может осуществлять его нужно пас им постоянно пользоваться не класть его на полку вот и постоянно функционировать и взаимодействовать с этим прибором потому что это основа вашей дальнейшей жизни то есть вы дальнейшем начинаете пользоваться пользуются у вас появляется потом сели вы развиваете потом и вот это потомство из поколения в поколение усиливает способности человека его возможности и мы согласуемся с техническим прогрессом технический прогресс от которой фактор противоречия да и мы показывающим часто вот эту вот схему то есть мы начинаем подниматься и становимся вровень с уровнем технического прогресса 100 информации с освоением то есть мы рассматриваем это с точки зрения информационного насыщения вот и мы и мы осваиваем этот информационный поток мы мы быстро осваиваем новые знания новые как бы устройство и так далее нас это не является какой-то непреодолимые сложной задачей и это все может осуществить дополнительная энергия которая развивает наш потенциал внутренний вот такую вот речь я сегодня хочу до вас донести это кто подписался на мой канал как говорится свежие адепты свежие кадры которые хотят в общем-то каким-то образом решить те противоречия которые сейчас вот мы наблюдаем вот и сейчас я быстренько коротко пробегусь по ассортименту вот начнем с базовых и кутов как я уже показывал вот такие вот варианты это базовые приборы значит в классе есть классификатор на telegram канале у меня в разделе файлов вы можете скачать классификатор вот и посмотреть значит вот все все прибор вот я их показываю это и куты базовые м там идет под литерой м вот они как выглядит вот какой там различные вариации идут вот это и кут учитель вот он как выглядит его можно носить я его ношу как бы все время собой вот он у меня постоянно находится на теле на голом под под всем вот вот этой черной пластинкой к телу вот он позволяет подкачивать все время энергию и взаимодействовать с окружающим пространством то есть людьми событиями с явлениями то есть он выправляет все время корректирует безопасный безопасной траектории движения человек пространстве по шкале событий то есть во временной перспективе вот такой прибор вот мы его тестировали можете посмотреть тест то что из него идет вихрь дополнительный то есть он помимо того что как бы насыщает вас энергией он еще дополнительно за счет вашей энергии формирует вихрь который идет во вне то есть на человека который является например вашим собеседником то есть очень рекомендую бизнесменам деловым людям которые ведут постоянно переговоры и он будет помогать вам договариваться решать тип те задачи которые перед вами стоит то есть это для бизнесменов для людей которые ведут очень активный образ жизни много общаются и так далее то есть вот это вот прибор который будет вам позволять очень гармонично коммутировать коммуницировать с окружающими людьми с друзьями с врагами со всеми со всеми да то есть снимать агрессию то есть если вас какая-то будет против вас агрессия человек за считанные минуты приходит в баланс то есть та энергия который начинает то есть вы приходите в активное состояние этот вихрь мощно увеличивается и начинает воздействовать на того человека на которого вы с которым вы пытаетесь решить конфликт вот и он успокаивается и нормально вы договариваетесь то есть это вот договорной как бы икут икут учителя назвал то есть это можно давать и новые знания людям и так далее дает то есть они будут лучше усваиваться счет того что энергетика у вас будет одинаково будете входить в резонанс а если вы как бы два человека имеют эти икуты да и взаимодействует то есть им очень легко можно будет решать очень сложные задачи именно реализует тандемный принцип управления почитайте вот в если вы купите манифест я вам эту книгу дам где описан тандемный метод решения задачи то есть когда два человека соединяются и начинают обмениваться информации и выявлять и появляются такие идеи которые бы каждой по отдельности создать не мог но тандемный принцип управления дает возможность это реализовать вот с помощью и в том числе вот такого икута вот под споре как у там есть так называемые кулоны вот такие небольшие устройства здесь полноценный икут стоит то есть это фактически вот такой же прибор то есть есть если можно им пользоваться как обычным икутом этот прибор только для ношения вот он здесь надпись перламутром вот здесь два перламутровых треугольника и резонатор стоит носить его нужно резонатором внутрь вот таким вот образом очень компактный хороший прибор такие у меня есть сделан из-за резонаторного материала дуб вареный дуб который фактически очень устойчив и к влаге и так далее то есть периодически вы его протираете масс маслами натуральными и он у вас служит десятилетиями то есть это прибор фактически вечный но более вечный прибор и это конечно вот этот вот из обсидиана вот мы сейчас будем изготавливать партию таких приборов вот и поэтому мой можете в этом принять участие то есть инвестиционный ряд открывая инвестиционную программу который позволит именно приобрести вот эти приборы с очень хорошей скидкой как мы делали вот эти приборы да со скидкой то есть очень многие приобрели и очень довольны то есть они заплатили где-то на 40 50 процентов меньше именно розничной цены то есть вот эти приборы тоже можно купить с очень значительной скидкой поэтому обращайтесь ко мне значит инвестируйте я вам четко обозначу сумму которая будет стоить вот этот прибор вот из обсидиана то есть он фактически вечный вот с пластиной вот здесь будет монета или какой-то другой аппликатор из металла или значит или красный металл или белый металл я посмотрю вот именно вот такой приборчик будет из обсидиана вот он как выглядит вот в двух вариациях коричневым и темным вот такой вот черный такого черного цвета будет обсидиан с разводами очень красивый вот я сейчас заказываю партию таких приборов и вы можете поучаствовать именно в производстве вот этих приборов вот соответственно получив скидку как обычно то есть плюс вам будет подарок вот и в конце инвестиционного периода я буду разыгрывать призы вот поэтому вы можете поучаствовать и уже как бы один один победитель уже получил от меня прибор я им отослал вот это был вот такой вот кулон из абонита вот сейчас значит вот уже должен получить этот прибор вот и поэтому будет розыгрыш скорее все будет или кут разыгрываться или что-то еще то есть может вполне возможно что будет разыгрывать тоже какой-то прибор очень интересный вот кто-то получит значит обязательно приз и каждому инвести инвестору от меня будет персональный подарок то есть помимо того что вы инвестируете в эти приборы вам еще будет высылаться дополнительно подарок который вам очень понравится то есть я в прошлое в прошлый инвестиционный период так и делал то есть каждый каждый инвестор получил от меня подарок вот и плюс значит вот это вот был розыгрыш призов это все будет конце если значит мы наберем достаточное количество вот этих вот инвестиций до сможем это сделать то есть любом случае я заказываю у меня в любом случае эти корпуса будут изготовлен но вы можете приобрести их за очень хорошую скидку именно как вложившись в это дело то есть я как бы привлекаю дополнительно вот этот капитал с доходностью с очень высокой то есть фактически под 50 процентов под 40 50 процентов я беру деньги заемные у вас вот и возвращая вам это не денежной форме а именно именно изделиями которые вы можете потом реализовать и получить еще дополнительную доходность то есть вам может этот прибор стать вообще бесплатно то есть если вы например закажете 5 приборов до где скидка будет 50 процентов вот а если вы закажете 50 приборов у вас скидка будет уже 60 процентов и вы можете реализовать эти приборы и плюс еще получить дополнительный доход от реализации там помимо того что вы как бы инвестируете да вы получаете двойной доход от этого вот это очень выгодное дело поэтому я вас призываю инвестировать открытый инвестиционный проект вот под эти вот устройства вот есть еще уникальным как бы исполнение вот такой вот прибор значит здесь нанесено настоящее золото вот это значит гальваническое золото где-то около микрона вот такой вот коробочки здесь образуется на нем манна небесная вот если посмотреть вот здесь видно то есть постоянно идет образование каких-то очень интересных материальных объектов хранится в таком в такой вот коробочки вот это все все ценные породы дерева подчеркиваю все это все на счет мореный дуб падук здесь 2 2 гравировки на самой коробочке на самом приборе плюс золотая пластинка то есть это элитная подарочный вариант и куда вот коробочка супер защелкой такой вот это вот уникальная коробка вот их ограниченное количество их осталось что ли 8 или 9 штук у меня вот и значит можно их приобрести также сейчас мы перейдем давно и не показывал вот такой вот диск называется диск целитель это фактически торсионный генератор который форме на векторе пойтинга так называемый вы можете обрабатывать и сюда то есть это для целителей прибор очень ценный необходимый вы можете делать массаж и целителей да то есть и передавать свою энергию то есть меньше ее тратить на лечение вот с помощью этого прибора называется диск целитель вот он как выглядит сделан из специального материала который формирует на поверхности электростатическое поле плюс сюда включены магниты видим вот таких вот шаровых включений вот который дополнительно активирует кожу то есть можно обрабатывать лицо вот таким вот образом то есть вы нанесли крем например вот и начинаете вот таким вот образом вот и кожа становится лучше улучшается впитываемость идет лучше то есть идет энергия то есть ваша энергия дополнительно накладывается на вот это вот как бы вещество да то есть способствует большему проникновению и лучшему усваиванию вот этих вот всех кремов добавлял масок каких-то и так далее вот таким вот образом можно лечить больные суставы очень хорошо работает то есть электростатика она вызывает лучшую циркуляцию вот этих вот внутри суставных жидкостей то есть массируя таким вот образом сустав больной вы можете можете вылечить я вылечил этими устройствами свою ногу которая не мог вылечить потому что облучила вот этими генераторами свое время я делал и ну сейчас продолжает проект но так как у меня производство закрылась я его временно отложил это создание платформы гребенникова то есть уже получена очень хороший эффект именно создана вот эта ячейка и гребенникова но мне нужен вот сейчас думаю я над проблемой создание именно генератора для вот этого устройства должен очень мощный быть генератор который позволит именно выталкивать эти вихри и формировать вот это вот как бы антигалюционные свойства то есть вот это все конструктив у меня есть я в свое время могу показать это все у меня лежит вот и в общем то вот эти ячейки если мы делаем какую-то платформу большую то есть можно туда подавать определенное напряжение формировать и который будет нам как бы инициировать вот эти свойства антигалюционные то есть вот уже от микроэффекта получены то есть как бы вот идет обезвешивание каких-то предметов небольших то есть над платформой ему можно подвесить какие-то предметы и вот этими вихрями которые вот и гребенник говорил о вредности вот этой платформы и вот у меня к сожалению когда экспериментировал у меня одна нога попала под эти вихри вот и у меня начал развиваться процесс очень серьезные воспалительные так далее потому что известны вот эти все феномены при облучении вот такими генераторами мощными именно внутри идут идет формирование как бы замкнутых структур по которым начинает циркулировать энергия и она начинает разрушать вот эти вот как бы окружающие ткани и об этом уже говорил во многих роликах и вот эти вот вещи они позволяют разрушить эти вихри вот я уже организм потом начинает излечивать этот сустав и он вас проходит от многие у многих вот эти вот боли суставов именно вызванные вот этими всеми враждебными вихрями так назовем их подсадками вот это вихревых структур которые необходимы комплексно одних воздействовать и они проходят то есть можно вылечить фактически безнадежный сустав которые потом поменяют на титановый и так далее да но нужно подходить комплексно к этому то есть есть определенная технология методика в том числе туда входит вот этот вот этот диск то есть это фактически очень интересное устройство универсальное для воздействия на тело человека извне да то есть для того чтобы вы сами являлись своим доктором называется диск целитель то есть для целителей для людей которые обладают и способностями которые не обладают способность которые могут вводить свое излучение вот видите да то есть как бы все потоки человека идут через этот диск вот и плюс здесь при вот таком вот движение формируется электростатическое поле и переменное магнитное поле то есть это фактически вектор потенга который на основе которого был сделан деланы генератора кимова вот это вот как раз и реализует вот это вот свойства вот теперь мы перейдем к прибору который я бы сказал дает возможность протестировать ваше окружающее пространство где вы живете этого торгонатор сейчас он будет выпускаться именно в таком варианте называется ремесленный вариант вот позволяет определить все патогенное излучение то есть вокруг вас вот то что идет из сети у меня ролики есть отдельные которые можете его посмотреть именно на канале и где показано как используется этот прибор для тестирования вашего пространства то есть вот опять же возвращаясь к теме вихрей который подсадок называемых вот то что бабушки иногда сажают да вот эти все как бы которые магии занимаются из не понимает чем они занимаются самом деле вот они формируют вихрь фантом так называемый и вот также формируют эти фантомы и наша промышленная сеть электрическая вот я доказал что там значит присутствует очень мощный вредный спектр излучения где-то до одного килогерца то что вот именно это не электромагнитные компоненты это не не то не то излучение электромагнитные которые скажем так находится в определенных пределах безопасных для человека а именно не электромагнитное излучение которое очень серьезно влияет на человека вот это создает вот эти вот фантомы и подсадки вот которые в результате могут выразиться в хронических заболеваниях очень серьезных и вот этот прибор позволяет протестировать ваше жизненное пространство где вы спите если там вот этот спектр излучения то есть вы кровать можете отодвинуть и протестировать снова очень чувствительный прибор который позволяет фактически это очень уникальный прибор значит вы можете прочитать про него называется органатор у владимира пачаевского он делает я его изготавливаю по своей схеме и со своими компонентами то есть он отличается от владимира то есть я как бы начал развивать этот прибор дальше и вот развил вот такой вот вариант значит есть еще промышленный вариант но сейчас мы его не выпускаем поэтому я его показывать просто не буду потому что у меня есть один прибор оставшийся да вот я его принципе могу реализовать если кто захочет вот посмотрите у меня тоже есть в роликах я его показываю этот прибор то все сделано уже на промышленной основе в эбонитовом корпусе в сам прибор из эбонита с гравировками с хорошей латунью там и так далее то все компоненты там высокого самого высочайшего качества вот я его реализую вот у меня один прибор есть я могу реализовать вот но дальней в дальнейшем если будете заказывать будет вот такие приборы они будут по цене несколько более дешевыми вот но функционал их будет такой же вот такой вот варианте вот это вот как бы такой вот я называю его ремесленным вот теперь мы плавно переходим к ассортименту по воде потом я покажу по торсионным генератором вот то что есть для воды значит для воды есть наша известная знаменитая вот пользующиеся популярностью газировка вот я показываю 2 2 газированной воды на это водородная газировка причем есть варианты которые комплексные то есть там содержится не просто как бы водород еще дополнительные компоненты которые позволяют ну скажем так более эффективно то есть повысить эффективность более эффективно использовать вот эти вот как бы вещества до готовится очень просто значит эта газировка берется 150 миллилитров воды и и 20 22 градусов вот наливается в стакан и соответственно туда добавляется небольшая мерная ложка я сейчас покажу ее вот она она идет в комплекте с газировкой вот она как выглядит вот вы берете из пузырька где-то половину этой ложки вот она то есть это один миллилитр до где-то половину берете и высыпаете в стакан не размешивая то есть многие сейчас там начинают бурлить что-то мешать и и и размешивать нельзя вот то есть она должна упасть на дно стакана вот с водой и соответственно начнется реакция начнется реакция так бурно что она в объеме начнет в большом количестве выделять водород вот эта субстанция то есть фактически вас вода станет такой вот похожий на молоко вот и вот эту воду вы начинаете употреблять то есть выпиваете и и вот оставляя одну четверть на не выпиваете то есть вот делу где вот этот осадок где основное вещество где реакция происходило вот ее не выпиваете и выливаете а вы а выпиваете только вот эту вот насыщенную водородом воду вот я про водород не буду здесь как бы говорить вот все могут прочитать это все одну минуту прочитать это все в в интернете вот пользуйтесь интернетом читайте и в общем то вот кто будет пить эту водородную газировку соответственно и идет омоложение идет значит уменьшение радикалов то есть клеточные метаболизм лучше становится так далее то есть водород очень хорошо чистит организм очищает ее вот от всяких шлаков и так далее так подобное проводород пожалуйста смотрите вот значит интернет также мы делаем приграничную воду тут не ту приграничную воду которые значит продается а настоящую программе приграничную воду которую можно как бы и и прыскать то есть она это это состоящий из двух узлов первое так агрегат для получения приграничной воды где сформирован определенный зазор и взяты определенные вещества минералы которые формируют вот это вот как бы воду вот она поступает специальное хранилище вот я сейчас не показывают все вот это представляет собой распылитель такой вот флакон с распылителем то есть там есть кнопка вот вы делаете 15 пшиков в рот под язык на наш на боковые это самое и в нос несколько пшиков вот и это позволяет в общем-то всю воду которая находится в организме при привести именно в забалансированное приграничное состояние то есть она как бы вот формирует уже вот идеальный вариант приграничной воды во всем организме такая волна идет как бы распространяется то есть в результате вот именно как бы информационного воздействия вот этой воды на организм вот такие вот комплексы продаются это вот то что касается именно обработки воды вот так же новые устройства появилась у нас вот такая вот форсунка с частотным генератором то есть это вот он формирует радиантное электричество вот который поступает вот в этот вот агрегат здесь щель 0 6 микрона 0 600 микрон вот как через который проходит вода она становится приграничный плюс на нее воздействует энергия то есть протона начинает раскручиваться то есть она как бы становится очищается от кластеров первое то что она делает она становится энергетической водой то есть со раскрученными протоны вот это вот вещи как бы меняется свойство вещества самого вещество самой воды меняется свойства Square как бы становится насыщенной вот этой вот энергией вращения протонов вот и а ее как бы плотность увеличивают за счет того что начинают вращать соответственно размеры увеличиваю уменьшаются этой воды объем вот яна становится более плотные тяжелый Но не той тяжелой водой, о котором говорят Не с дейтерием, а именно тяжелой за счет того, что плотность увеличивается Питается она от пауэрбанка Я рекомендую это делать Здесь загорает светодиод Это значит, что этот устройство начало работать Прикручивается к вот такой воронке Я показываю, у меня свой агрегат Я все время пью, каждый день Вот такой вороночке прикручивается Делается из бутылки с пятилитровой, разрезается И соответственно вы можете Вы можете вот эту воду употреблять Также здесь есть возможность вводить частоты Такой вот штепсель есть Втыкается в обычный телефон Туда устанавливается генератор частоты Я высылаю книгу Хилде Кларк С частотами лечебными И вы можете заряжать воду лечебными частотами Есть более простые варианты форсунки Это старый как бы вариант Вот он как выглядит с батарейками Также сюда частотный модуль То есть здесь подается постоянное напряжение Вот здесь в этом случае подается импульсное напряжение Выпрямленное Но оно импульсами идет То есть оно выпрямлено Но не стационарно идет Не обычный постоянный ток А именно импульсный ток Импульсный постоянный ток Вот это вот нужно учесть Вот то что касается воды Значит разработан диск Вот такой вот порвался немножко Значит он Сейчас я Вот такой диск Он для улучшения ОВП То есть вот есть такая характеристика ОВП воды Вот он позволяет именно Таким вот образом Потом сделаю Вот такой диск Здесь веревочка Она просто сейчас у меня выскочила Вот она Вот сюда привязывается веревочка И он в стакан опускается Вот таким вот образом Сканируется по стакану воды Начинает сканироваться Вот что здесь значит Специальный металл используется Вот я и пользуюсь Такой цвет уже Вот он уменьшает ОВП То есть он сдвигает ОВП В отрицательную область Вот соответственно Вы получаете ОВП воды Такой какой у вас Какая вода находится в организме Она имеет отрицательный ОВП Вот этот диск позволяет Именно улучшать воду То есть делать ее более Скажем так полезной И усваиваемой для организма Вот когда вы такую водичку выпиваете Вот То вам быстро очень хочется Сходить кое-куда То есть она очень быстро усваивается Значит почки начинают Очень хорошо работать И соответственно идет промывка Очистка организма Детоксикация ее С помощью вот этой штуки Можно обрабатывать Как холодные Так и горячие напитки То есть я высылаю такой диск Точнее два диска Вот они как выглядят Вот И они смонтированы То есть я сразу монтаж делаю На веревку Вот на кой шнурочек Он из натуральной Как бы Хлопчатобумажной ткани сделан Из ниток хлопчатобумажных Вот такой вот Совершенно Можно его использовать И потом сушить И так далее Вот Он будет вот так вот смонтирован вместе Вот И это вот Вот этот диск Как раз необходим Для того чтобы вырабатывать Холодную воду Потому что если вы Будете обрабатывать Только вот этим диском У вас эффект не получится В холодной воде А вот вы С этим вариантом Используя вот эти два диска Вот А получается Именно та вода Которая необходима Именно холодная Вот И так же можете Для горячей Очень эффективно Работает для горячей воды То есть где-то УВП Холодной воды Можно довести До минус 70 милливольт А горячей воды До почти 250 милливольт То есть представляете Горячая вода У вас С отрицательным ОВП Это вообще Чудеса Вот это То что касается воды Теперь мы переходим К торсионным генераторам То есть Генераторы Вот они как выглядят Вот это Классический Торсионный генератор Значит Он выпускался Двух модификаций Сейчас только одной Выпускаю В связи с тем Что Пока я не могу Достать Модули для Частотных Частотного Генератора Который помещается Внутрь Вот этого устройства Вот И дополнительно Там придает Некие функции Хотя Это устройство И сейчас работает Нормально То есть Оно Служит для того Чтобы Усиливать Мыслеформы То есть Здесь У специального устройства Излучение Именно на Частотах Тела человека То есть Идет Очень хорошая Модуляция Этого сигнала Вот Усиление Вот С помощью Этой Пирамидальной Структуры Мы Уже Проверяли Что Вот эти Пирамиды Так называемые Конусы Они Усиливают Террессионный Поток Который Идет От Светодиодной Матрицы Которая Расположена Вот В этой Части Вот Плюс Вы Это Все Дело Модулируете Своим Излучением То есть Работаете По Мыслеформы По Информационному Пространству По Событиям По Каким-то Явлениям И так Далее То есть Можно Улучшать Погоду Я называю Этот прибор Тучкагоном Значит У Почиевского Есть свой Тучкагон У меня Свой Тучкагон То же самое Только С натуральным Кристаллом То есть Это Кварцевый Кристалл Природный Который Сформирован Именно В природной Среде В потоках Энергии То есть Он Имеет Структуру Энергетического Потока Которая Его Сформировала То есть Это Является Очень Мощным Усилителем Вот Плюс Тоже Расположена Матрица Здесь Светодиодная Плюс Стоит Кристалл Специальный Который В излучении Которое Очень близко По спектру Телу Человек Вот Такой Прибор И Новый Прибор С Частотным Генератором То есть Вставить Частотный Генератор То есть На матрицу Подается Именно Радиантное Электричество Вот Такой Прибор Показал Огромную Мощную Эффективность Я Использую Для того Чтобы Разъяснить Погоду Своим Жилищем Вот Работает Изумительно Вот То есть Даже Не Мне Достаточно Подержать Его Несколько Секунд Поставить На постамент Включенным Вот Он Как бы Фантом Мой Вот Здесь Вот Остается И Он Транслируется С помощью Вот этого Усилителя Усиление Очень Мощное За счет Того Что Здесь Использован Именно Частотный Генератор Который Генерирует И Вот Это Радиантное Электричество Вот На Светодиодную Матрицу Технологии Плотно Занимаемся Очень Много Будет Создано Устройств На основе Вот этой Радиантной Энергии Вот То Что О чем Мы Говорим Куда Использовать То Что Как бы Исследовал И Тесла Вот Радиантная Энергия Вот Хотя Трансформатор Тесла Создал Не он А другой Изобретатель Он Его Просто Изучал И Пытался Его Использовать В своих Разработках Вот Вот Такой Торсионный Генератор Который Можно Применять Для Различных Целей Для Воздействия На Физический Объект То Очень Хорошо Воздействует Физический Объект Переносит Вещества И так Далее И так Далее Лучше Эффективнее Чем То Что Я Вам Показал То Это Следующее Поколение Мощных Генераторных Устройств Именно На Торсионной Основе На Основе Вращения Вещества Вот Тоже Устройство Типа Торсионного Генератора Усиливающие Именно Работу Головного То есть Здесь Генератором Выступает Человек То есть В данном Случае Генератором Выступает Человек Вот Такая Шапочка И тут Мне Заказали Эту Шапочку Вот Есть Моя Шапочка Которая Которая Пользуюсь Но Которая Уже Несколько Растрепалась Вот И поэтому Я Ее Не Показываю Здесь Показывают Эту Шапочку Она Так Одевается Ее Можно Заказать Называется Шапка Будды Потому Что Вы Становитесь Супер Умным Супер Мощным И понимаете Всю Природу И Мироздание С помощью Вот Этого Прибора Которые Не Просто Шапочка Из Фольги Многие Говорят Что Это Шапочка Из Фольги Нет Это Специальное Устройство Вот Ну Как Выглядит Значит Здесь Расположены Тоже Как бы Модуль Усилительный Здесь Тоже Усилительные Разные Дополнительные Компоненты Вот И плюс Материал Этой Шапочки То есть Он Резонаторный Вот Достаточно Надеть Его На Несколько Минут Поработать И Соответственно Идет Очень Мощное Усиление Именно Умственной Работы То есть Когда Вы Решаете Какие-то Задачи Проблемы Вот Эта Шапочка Она Вам Очень Сильно Поможет Очень Хорошо Заниматься Музыкой Я У меня Несколько Роликов Есть Где Эту Шапочку Использую При Игре На Варгане Кстати Варганы Тоже Можно Приобрести Есть Инструмент Электроварган Вот И Обычный Варган То есть Вы Покупаете В связке Его Вот И Очень Быстро Можно Освоить С помощью Электроваргана Вот Эти Все Приемы Игры То есть Вы Сразу Начинаете Как бы Встановитесь На Другой Уровень Игры То есть Прежде Чем Научившись Просто Бить По Как бы Язычку Да В течение Там Двух Трех Лет Вы Этот Этот Этап Сжимаете То есть Вы И Учитесь И в то же Время Нарабатываете Навык игры С помощью Электроваргана Вот То есть В связке Покупаете И вы Занимаетесь Варганом То есть Туда Можно Вставлять И то Что Я Предлагаю И Можно Приобрести Варганы Различных Конструкций Вставить В это Устройство В электроварган Который Позволит Именно Реализовать Вот Это Вот Ваше Желание Научиться Играть На этом Замечательном Магическом Инструменте Тоже Магическая Машина Который Позволяет Ну Скажем Так Гармонизировать Человека Поднять Его На другую Высоту Сейчас Мы Будем Делать Необубен Так Называем Это Разработка Владимира Почиевского И будем Тестировать То есть Игра На Здорового Человека Должна Быть Больше 500 Герц Там Есть Специальное Устройство На котором Можно Посмотреть Вашу Резонансную Частоту То есть Мы Сейчас Находимся На низких Частотах Вот И Это Очень Серьезно Вредит Нам Именно В нашей Жизни То есть Вот Это Невосполнение Энергии Энергия Вибрации Она Должна Быть Очень Высокой Вибрации Должны Происходить На Более Высокой Частоте Которая Характеризуется Большей Передачей Большей Энергии То есть Чем Больше Частота Выше Частота Тем Больше Вот Этот Поток Содержит Энергии То есть Низкий Частот Это Низкая Энергия Высокие Частоты Это Высокая Энергия Это Вы Можете Расспросить Любого Человека Который Занимается Именно Волновыми Процессами И У человека Должна Быть Высокие Частоты Они Гармонизируют Они Дают Человеку Возможность Осваивать Большие Потоки Информации То есть Большей Частоте Можно Вложить Большую Информацию Мы Говорим Об Информационных Потоках Вот Сегодня На сегодня Все Спасибо За Внимание Спасибо Что О Забыл Значит Новое Изделие Ароматерапия Вот Такой Вот Брелок Можно Приобретать Заказывать Есть Разные Устройства Для Разных Целей Для Того Чтобы Быстро Скажем Прошла Простуда Вот Я вам Покажу Еще Блстофаг Вот Вот Таким Вот Образом Она Одевается В виде Клипсы Вот Есть Несколько Вариантов Для Того Чтобы Лучше Работал Мозг То есть Это Ароматерапия С Разными Маслами Которые Как Б Работают По Определенным Задачам От Простуды От Значит Интенсификация В мыслительной Деятельности То есть Они Под номерами Идут Вот Их Можно Приобрести То есть Присылается Пакетик И Вот Такой Контейнер Значит Время Жизни Такого Устройства Где-то Три Недели По Десять Минут Пользуйтесь Вот Так Вот Вставляете Дышите То есть Там Идет Очень Такой Приятный Запах То есть Там Аромамасло Находится Вот Такая Клипсочка Вот Что она Себе Представляет Вот Я ее Демонстрирую Вот Такие Клипсы У нас Будут Реализовываться Если Вы Будете Заказывать Вот Мы Будем Можно Поставлять Вот Такой Брелок Его Можно Носить Собой Ключи К нему Хороший Подарок Вот И Плюс Набор Вот Этих Аромамасел То есть Клипсы В пакетиках Они Очень Длительного Хранения Вот И Завершаем Завершаем Значит Бластафак Рекомендую Всем Приобретать С кулоном Вот Такой Кулон Значит Что Вы Делаете Вы Капаете Бластафак Это Антивирусное Средство От Всех Фактически И Потенциальных Вирусов То есть Он Защищает Он Скажем Так Активирует Клеточный Иммунитет Известно Что Вирус Он Проникает В клетку Там Размножается И Выходят Уже Новые Капсиды То есть Капсид Туда Пошел Прикрепился Клетке Вот И Если Клетка Живет То есть Вирус Проник Туда И Клетка Продолжает Функционировать Но Если Начинается Апаптос Так Называемый Процесс Гибели Клетки То Вирус Не Успевает Там Размножиться Он Погибает В этой Клетке Погибшей То есть У него Нет Возможность То есть Капсид Остается И Вот Этот Процесс Вот Этот Препарат Он Как раз Очень Мощно Работает По Клеточному Иммунитету То есть Любая Вирусная Инфекция Фактически Вызывает Апаптос Клеток Гибели И Соответственно Вы Защищаетесь От Любой Потенциальной Угрозы Вирусной Вот Я Рекомендую Вам Приобретать Вот Этот Бластафак Разработку Андрея Георгиевича Маленкова Это Уникальный Препарат Вы Такой Больше Нигде Не Коп Потому Что Это По Его Технологии Он Дополнительно Скажем Так Более Мощный Более Активный Хотя Бластафак Это Разработка Еще Тридцатых Годов Плюс Кулон Бластафак То есть Информационной Копии То есть Это Дополнительное Капать Просто Носить Кулон И Он Будет Вас Защищать От Любых Вирусов То есть У вас Уже Организм Будет Резонировать Вот С Этим Прибором И Фактически Вы Как будто Вы Капаете Бластафак То есть Клеточный Иммунитет Будет Поддерживаться На Очень Высоком Уровне Вот Все Я Закончил Я Все Показал Сегодня То Что Мог Рассказал Для Чего Это Надо Вот Ну Подписывайтесь На Мой Канал Голосуйте За Мои Ролики Надеюсь Вы Вытерпели Этот Час Небольшим Моего Доклада Всех Благ До Новых Встреч Буду Снимать Ролики Буду Рассказывать Еще Дополнительно Снова Повторять О Что У Нас Есть И Что У Нас Можно Приобрести Всего Доброго Подписывайтесь На Список Телеграм Канал Ватсап ВК Мой Электронный Адрес Куда Можно Писать И Заказывать И Закрашивать Прайс Лист Вот Все Под Роликом Будет Размещено Всего Доброго До Новых Встреч